Почему не нужно избавляться от страха? В прошлых отношениях мне сделали больно, как мне теперь избавиться от страха? Я боюсь просить подарки, как мне избавиться от страха, просить подарки? Так это же хорошо, что вы боитесь. Если мы боремся со страхом, если мы не признаем страх, если мы ненавидим свой страх, если мы презираем свой страх, значит мы презираем и боремся со своей частью личности. Поэтому страх ей говорит, послушай, может быть пока не надо? Привет, меня зовут Ярослав Самойлов, я психолог, и в этом видео я отвечу на частые вопросы. Вот, я боюсь мужчин, как избавиться от страха? В прошлых отношениях мне сделали больно, как мне теперь избавиться от страха? Или же, я боюсь просить подарки, как мне избавиться от страха просить подарки? И если бы я не боялась бы просить подарки, я бы просила подарки, и тогда, наверное, я бы их получала. Вот такие частые вопросы от женщин. Прежде чем мы перейдем к этому видео, прямо сейчас ставьте лайк, подписывайтесь на канал, и обязательно смотрите до конца. Принято считать, что страх это что-то ограничивающее нас. Страх это какой-то соперник, это какое-то препятствие, это какое-то ограничение, которого нужно что-то с ним сделать, чтобы этого не было. Если бы у меня не было этого ограничения, тогда бы у меня было то, чего я хочу. На самом деле не всегда так. Я регулярно провожу инстаграм-эфиры, где отвечаю на вопросы, провожу разборы в прямом эфире. И когда я слышу такие вопросы, я вижу перед собой определенный портрет девушек. И я им хочу сказать, так это же хорошо, что вы боитесь. В вашем случае страх вас оберегает. В вашем случае страх вас защищает. Ну, например, один из недавних разборов был, девушка говорит, я была в отношениях с абьюзером, он меня просто уничтожал морально и эмоционально, я наконец-то освободилась от этих отношений, вот я уже полгода без отношений, и очень хочу новые отношения, но теперь я мужчин боюсь из-за прошлых отношений. Ярослав, помоги мне избавиться от страха. На что я и говорю, послушай, так это же хорошо, что ты боишься. Ну, тебе же страх говорит о чем? Что ты не готова, что окей, тебе сейчас попадется какой-то мужчина, в мужчинах ты не разбираешься, ты ничего, ты себя никак не проработала, и ты будешь совершать те же ошибки, как в прошлых отношениях. Ты же боишься не зря. Или давайте другую метафору. Вот представьте, я, например, первый разряд по боксу. Я говорю, хочу драться с мастерами спорта. Уберите от меня страх. Хочу идти в драку с мастером спорта. Ну, например, окей, я выпью алкоголь, да, и пойду драться с мастером спорта. Что со мной будет? Меня уничтожат. И, наверное, этот страх справедлив. Этот страх как защитная реакция, и этот страх как некий знак, что, Ярослав, давай-ка ты сначала дорастешь до уровня мастера спорта, и тогда пойдешь с ним конкурировать. Потому что если тебя сейчас впустить на ринг с ним, ну, это может очень плохо закончиться для тебя. Может быть, не самая удачная метафора про драки, да, но отношения это же не драка, отношения это же не соперничество. Но чтобы было понятно, метафора та же. Если вы боитесь успешных мужчин. Ну, окей, давай представим, ты сейчас пробежала время, как-то вы закрыли глаза и резко оказались в отношениях с успешным мужчиной. Вы понимаете, как с ним строить отношения? Вы понимаете, как с ним взаимодействовать? Вы понимаете, как работать с его агрессией, которую он там получает на работе в бизнесе? Вы понимаете, как реагировать на его агрессию, на его злое состояние после работы? А большинство успешных мужчин у них именно такое состояние. И представьте, кто-то убирает вам страх, и вы оказываетесь в отношениях. И что дальше? И о чем говорит страх? Или же, окей, когда-то я очень сильно боялся ознакомиться с девушками на улице. И у меня была мечта избавиться от страха, чтобы я был бесстрашен. Понятно, что не получилось избавиться от страха, но сейчас я себя спокойнее чувствовал бы в этих ситуациях. Почему? Ну, потому что мой уровень поменялся. Потому что я сильно вырос с того момента. Я сильно себя проработал. Я по разным сферам жизни много чего преодолел. И сейчас мой уровень другой. И, соответственно, отвечая на вопрос, как избавиться от страха, я бы сказал так, что не нужно избавляться от страха. Страх во многих случаях, это как помощник, который нам на что-то намекает. Или, окей, женщина, которая боится подарки просить. Нужно ее избавить от страха просить подарки. Так дело же не в страхе. А дело в том, что она считает себя недостойной подарком. И для того, чтобы у нее не было страха просить подарки, ей что нужно? Проработать самоценность. Проработать чувство достоинства. Ей нужно вырасти психологически. И тогда она будет с мужчинами на равных. И тогда ей не надо будет просить подарки. Тогда ей надо будет просто озвучивать желание. А не с позиции снизу вверх просить подарки. И тогда в ее жизни появятся подарки. Но если она вот здесь чувствует себя недостойной этих подарков, ее избавить от страха, и она будет просить эти подарки, это что, значит, что она будет их получать? Нет. Поэтому страх ей говорит, послушай, может быть, пока не надо, может быть, пока сосредоточься не на подарках, а на своем уровне, дорасти как женщина, да, дорасти, проработай себя. И тогда у тебя все будет. Или, например, люди, которые говорят, я боюсь начинать бизнес. Ну, окей, а может быть, это к лучшему? Есть люди, которые начинали бизнес, и они зашли в большие долги. Они много чего лишились. Есть успешные варианты. Если человек хочет бизнес, может быть, перед этим нужно задать себе вопрос. Не избавляться от страха, а задать себе вопрос, а я точно соответствую. Или, окей, не соответствую, тогда, окей, какие мне компетенции, какие мне качества, компетенции, что мне в себе нужно дорастить, чтобы я был более смелый. Тогда я смогу шагать вперед, тогда я могу делать шаг вперед. И тогда меньше вероятность, что меня мои попытки разнесут в пух и прах. И тогда меньше вероятность, что мои попытки могут мне сделать только хуже. Поэтому отсутствие страха, это не всегда хорошо. И наверняка есть немало примеров, когда у человека отсутствовал страх, либо он закрывал глаза на страх, и это приводило к какому-то ущербу. Вопросы, которые звучат от женщин, как избавиться от страха, в отношениях там что-то делать, да, я перед собой вижу именно тех женщин, которым нужно не избавляться от страха, а доращивать свой уровень, а что-то в себе прорабатывать. И когда ее уровень вырастает, тогда страх автоматически уходит. Когда я соответствую тому, что я запрашиваю. То есть я хочу подарков. Вот у меня запрос на подарки. Ну окей, дорасти до этого уровня, как женщина, и тогда будут у тебя подарки. Поймите, если у нас есть страх, это часть нашей личности. Это не что-то, что пришло, знаете, внушилось нас. Это что-то, что живет в нас. Если мы боремся со страхом, если мы не признаем страх, если мы ненавидим свой страх, если мы презираем свой страх, значит мы презираем и боремся со своей частью личности. А если мы боремся со своей частью личности, мы этим делаем только хуже. И вместо того, чтобы бороться со своим страхом, нужно его поприветствовать, не знаю, пообщаться с ним, поблагодарить его, и пообещать, что вы больше никогда не будете с ним бороться, а будете что? Слышать его. Если вам важно проработать себя как женщину, Если вы сейчас понимаете, что окей, да, я поняла, что же делать, какие инструменты, где я могу добрать знания, где я могу проработать себя, какая же это карта женского развития. Также, как разобраться в мужской психологии, психологии семьи, как привлекать достойных мужчин в свою жизнь и выбрать одного. Как перезагрузить уже существующие отношения, если уже там наделалась куча ошибок. Как создавать по-настоящему счастливые отношения. Прямо сейчас под этим видео кликайте по ссылке и записывайтесь бесплатно. До встречи. Если видео было полезно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь в комментариях, как вам это видео.